Сотни единиц техники, разные сценарии развития событий, готовность к любым непредвиденным ситуациям. На перевале Камчик состоялись крупные командно-штабные учения, которые координировались с Министерством по чрезвычайным ситуациям. Двухдневное мероприятие впечатлило масштабом поставленных задач и профессионализмом профильных служб. Репортаж Мурада Садыкова. Согласно легенде, командно-штабных учений в тоннеле Резак загорелась фура. Мгновенно на место пожара прибыли расчеты МЧС, которые в считанные минуты ликвидировали пламя, оказали помощь водителю, а после дорожные службы отбуксировали грузовик в специально отведенное место. В ходе данных учений были отработаны все возможные варианты развития событий, которые могут произойти на Камчике в условиях горного перевала, где ситуация близка к экстремальной. Итак, очередной эпизод. В тоннеле загорелся железнодорожный состав. Спасатели МЧС совместно с подразделениями Узбекистан-Тимыр-Юляры приступили к ликвидации происшествия. Пламя потушены, вагоны транспортированы на безопасное расстояние. В данный момент мы сейчас провели учение туннеля Камчик, где отработали действия на случай возникновения пожара в пассажирском поезде. Учения прошли очень успешно на сегодняшний день. Все задействованные взаимодействия с разными структурами было организовано на хорошем уровне. Каждое подразделение поставлено свою задачу и выполнило свою задачу на хорошую оценку. А вот еще одна впечатляющая картина. По сценарию учений автомобиль накрыла снежная лавина. Поскольку инцидент произошел в труднодоступном месте, спасателей доставили на вертолете. Водителей и пассажиров эвакуировали на снегоходах и лыжах. После чего пострадавших забрала карета скорой помощи. Идем дальше. Государственная служба слежения за геологически опасными явлениями обнаружила участок, угрожающий проезжей части. Здесь скалолазы МЧС осуществили искусственный сброс камней, тем самым обезвредив горный склон. А это уже следующий эпизод учений. Грузовик, транспортировавший ядохимикатой, попал в ДТП. Цистерну с опасным веществом выбросило на обочину. К делу приступил радиационно-химический и медико-биологический отряд МЧС. Действовали быстро, ликвидировали утечку, а уже пролитый ядохимикат был собран и отправлен на последующую утилизацию в специально отведенное место. Вся операция транслировалась в онлайн-режиме. А здесь спасатели ликвидируют последствия аварии с участием легковушки и грузовика. Работает спецотряд, который в считанные минуты высвободил из искореженного автомобиля пассажиров и благополучно передал их медикам. В процессе учений было отработано еще несколько эпизодов. К примеру, это палаточный лагерь, разбитый в полевых условиях. Он предназначен для людей, которые ждут открытия перевала. Здесь есть все условия для жизнедеятельности. Комната матери и ребенка, столовая с горячим питанием, спальня и многое другое. Также все расположенные вблизи социальные объекты служат перевалочным пунктом. На время закрытия Камчака железнодорожные службы переводятся на усиленный режим работы. На ваших экранах процесс перевозки людей в Ферганскую долину и обратно тех, кто застрял по ту сторону перевала. Словом, все предусмотрено до мелочей. Задача МЧС, МВД, Минобороны, Минздрава, Узбекистан, Тимыр, Йолары и еще 40 организаций, входящих в состав государственной системы чрезвычайных ситуаций, обеспечить абсолютную безопасность людям, проезжающим по этой магистрали. Продолжение следует...